Продолжая идеи о том, что я говорю, что Израиль и народы все одно целое, мы не отделяем его, как мессианские общины, мы не отделяем, мы не говорим, что мы важнее или те важнее. Мы понимаем, что Ишуа является царем Израиля. Вы понимаете, над ним было написано, надпись поставлена, царь иудейский. Он законный царь Израиля, признанный содружеством, то есть, имеется в виду, признан этой церковью, которая состоит из всех народов, но не принятой своим народом. Бывает так? Я говорю аллегория сейчас, понимаете, потому что это важно понимать, о чем я говорю. Он избрал Израиль своим народом, этот народ любим им ради Отца, и Он будет возвращать свой народ к себе. Это уже происходит. Тысячи, тысячи евреев исповедуют Ишуа личным спасителем. Как вы думаете, еврей, который приходит в храм православный, он является христианином или мессианским евреем? Какая разница, какой храм? Католический, православный, христианином. Почему? Он остается, он остался евреем. Остался евреем. Он принял Ишуа своим личным спасителем. Значит, он что? Мессианский еврей. Независимо, где он приходит, он в общину мессианскую, либо он в православном храме, либо у католиков, либо протестантов. Они просто из того, что мы говорили, вот эта теория замещения, они просто сделали такое негласное чувство. Ты теперь уже новое творение, старое уже прошло, знаете, ты уже не тот. Это как анекдот такой, знаете. В маленький католический городок приезжает еврей. В пятницу вечером он делает себе кусок мяса, жарит, и запах распознается на весь поселок. Католики в шоке, потому что у них постная пятница. Они не знают, что делать. Пошли к Сионзу, пожаловались, говорит, Святой Отче, нам нужно что-то делать. Это целое искушение. Мы нарушаем Божьи заповеди. Католическая церковь всегда была здесь. И важно, закона очень важно было сохранять. Неделя, две, уже месяц проходит. Одни искушения. Достигла пика, они приходят. Либо мы тебя уже снимаем, выгоним, либо что-то делать с этим евреем. Приходит к Сионзу, к еврею и говорит, мистер Голдман, мы вас уважаем, мы люди мирные, мы рады вашему бизнесу, который вы здесь ведете. Но наш поселок, наше общество католическое. И вы понимаете, он говорит, что мне нужно делать. Он говорит, понимите, у нас в пятницу постная пятница, у нас никто не жарит мясо, у нас не празднуют то, что у вас празднуют. Он говорит, либо вы уезжаете, либо что? Он говорит, либо вы становитесь частью нашего общества. Он говорит, что мне нужно для этого делать? Ничего. Вы приходите в церковь, мы на вас покропим воды, и больше ничего не делать надо. Он говорит, и все, все. Всем объявили, что мистер Голдман приходит в церковь, будет креститься. После этого все собрались, посмотрели на это чудо. Его вызвали вперед, все, он покопил воды. На него говорит, ты больше не еврей, ты уже христианин, католик. Ну, все, все порадовались, посвистели, все, все. Пришла пятница, запах мяса раздался по всему поселку. Они в бунте, приходят к священнику, говорят, что такое? Святой Отче, что это за происходит? Этот еврей, наверное, не догнал, что должно и как быть. Приходит к мистеру Голдману, толпа людей разоренная за дверьми. Он говорит, мистер Голдман, что вы делаете? Вы же же католик, что же вы делаете? Как это возможно быть, чтобы опять жарить мясо? Он говорит, какое мясо? Он говорит, ну вот, я же делал так, как вы мне научили. Он говорит, чему научил? Я говорю, подхожу к этому холодильнику, беру кусок мяса, подхожу к воде, к крану, открываю воду, и говорю, ты больше не мясо, ты рыба. Вот понимаете, да, ситуация именно в понимании, кто мы и что мы. Еврей остается евреем, где бы он ни был, по своему происхождению, но опять же, по вероисповеданию. Он становится мессианским верующим, независимо от обрядности, которую он избирает. Понятно, да, это должно быть в основе. И я знаю некоторых католических, даже кардиналов, которые евреи по своей национальности, по вероисповеданию католики, и в свою очередь в пятницу вечером празднуют шаббат. Потому что они евреи. И фактически церковь сейчас не запрещает это. Настолько сейчас реформация в католической церкви, что очень большое удивление происходит. Фактически толерантность не к евреям, а к другим вероисповеданиям, а именно христианским, очень сильная. Плюс, относительно к Израилю, они приняли ту позицию, что Израиль восстанавливается, это любимый сын Бога нашего. И что Бог возвращает. И что среди католиков очень много именно евреев. Я хочу, чтобы вы понимали, что евреи, о том, что они исповедуют еще мессии, они становятся христианами, они остаются евреями. Но вопрос, что делать неевреям, которые хотят следовать еврейскому образу жизни. Они становятся что, законниками? Или же они становятся последовательными общинниками первого века? Я думаю, что Израиль примет свою мессию царя, тогда когда все остальные нации, вот будем говорить, все остальные сотрудничества народов, будет это исповедовать. Я верю в это. Из Захарии, 12 глава, 10 стих, это порочество говорит нам прямо. А на дом Давида и на жителей Иерусалима, и за люд дух благодати и умиления, они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Интересное местописание, что они уже, они примут, они будут принимать его как мессию и царя Израиля. Это очень важно. Это подтверждает и римлянам, 11 глава, 26 стих. Захария, 12 глава, 10 стих. 14 глава Захарии. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя, среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима. Взять будет город, разграблены будут дома, обесчешены жены. Половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку, и разделится гора Елеонская от востока к западу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор моих будет простираться до осила, и вы побежите, как бежит от землетрясения, в одни оси царя иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним. Это глава очень интересная. И в тот день не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни дня, ни ночь, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И девятый стих. И Господь будет царем над всей землею. И тот день будет Господь един, и имя Ему одно. Вся эта земля будет как равнина, как Гаваон до Римона, на юг от Иерусалима. Говорит о том, что будет происходить. И здесь очень много говорится о народах, о Египте. И говорится о праздновании кущей. 18 стих. Если племена египетские не поднимутся в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя. Постигнет его поражение, каким поразил Господь народы, не приходящие на праздник кущей. Сколько сегодня народов в мире празднует праздник кущей? А, очень, ну да, 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 да. Как это праздновать? Удивительно, это порочество еще не сбылось, правда? Но оно сбудется. И мы знаем, что здесь есть место, где написано, что Господь поставит ноги свои на горе против Иерусалима. А о чем это говорится? О втором пришествии, правда? Потому что, когда еще поднимался с горы и ученики открыли свой рот, смотрели вверх, ангел говорит, что вы здесь уставились туда в небо? Идите, идите. Он все равно придет таким же образом. Он вернется сюда же. Это пророчество еще не исполнится, но исполнится. Не исполнится, но и будет исполняться. Тогда, когда все народы познают, что Господь есть Бог. День Евангелия будет проповедана. Когда именно содружество всех народов, эфотически, и все остальные народы называют себя церковью. Вы заметили, да? И украинцы, русские, парагвайцы, американцы, индусы, все христиане называют «О, церковь! Мы церковь Божьей!» Но евреи называют себя «Мы община». Мы община. Есть разница. И я говорю о том, что все народы, церковь, она составляет содружество всех народов, где Господь есть царь. Но Израиль является народом избранным посреди всех остальных народов. И он называется общиной. Общество. И этот народ призовет его. И все народы себя представляют в церковь. А этот народ представляет из себя общину. Я понимаю, что где-то закрутил, что-то такое вот замутил, но есть в этом смысл. Я верю в одну вещь, что Бог не только не пожалел своего сына ради его спасения всего мира, но он также и народ свой поставил в неведении или же озвучил его сердце, положил на него пелену до времени, пока остальным народам не будет проповедована Евангелие. И там написано, пока не придет полное количество язычников. То есть, не по количеству, по рукам, а полнота понимания Божьего промысла и Божьего плана для всех народов. Когда придет понимание относительно евреев, относительно Божьего благоволения к еврейскому народу, что этот народ избранный ради отцов, когда придет понимание, вау, придет спасение еврейскому народу. Пока еще есть это разделение, вы и мы, вы Богом забыты, вы отвергнуты, вы распринат нашего Христа, возвращения не будет. Вопрос. Она работает. Если верующий еврей в Ишуа остается евреем, то как же, допустим, русские украинцы, верующие в Ишуа, они тоже, я понимаю, остаются русскими, украинцами, а где вместо христианина? Если христианин, то на поле. Смотрите, вопрос такой, что есть еврей, который уверовал в Ишуа, остается евреем, что делать бедному русскому, который уверовал в Христа? Может ли он остаться христианином? Такий вопрос, мы говорили, слово мессианское, то же самое слово, что и христианское, одно целое. Мы говорим о том, что Бог возвращает некоторые принципы, принципы первой общины, первого-третьего столетия, и Он возвращает, реально повозвращает. И то, о чем мы говорим, возвращение идет, это понимание своих корней веры, на чем основывается. Фактически, можно сказать, спасается ли человек, исполняя шаббат? Может ли человек спастись, если он исполняет шаббат? Абсолютно нет. Абсолютно нет. То есть, спасение приходит по вере в кого-то, в Бога. Но, чтобы поверить в Бога, у Бога есть принцип. Твои грехи, за твои грехи должны заплатить. Я не могу приблизиться к тебе, я не могу тебя взять к себе, потому что за твой грех ты должен заплатить. Так тактуется Ветхий Завет, то есть, мы говорим о Танахе. Если раз в год приносился жертва за грех, за весь Израиль, и Бог отпускал за грехи Израиля, тогда, понимаете, да, к чему говорю? Нужно было заплатить за грех, начиная от Адама, пролитая кровь, и так далее. Теперь же, Божий план состоит в том, что, как и тогда, нужно было верить, чтобы, убив этого козла, принеся его в жертву, грехи Израиля были взяты, подняты Богом, прощены. Так и здесь нужно было сделать другую ставку, ставку на пророческое обещание Бога через еврейских пророков, обещание при первом храме еще, что будет Новый Завет. И он, Исаия об этом говорит, 53 глава, он говорит, что должно было произойти. И это фактически единственное ужасное жертву человека. Если вы посмотрите, Божий закон, он запрещал приносить людей в жертву. Запрещал. Явно, видите, но Исаия пророчествует то, что запрещалось принести в жертву человека. Он понесет грехи, он умрет, он будет похоронен, за наказание мира, за наказание народа моего, он потерпел казнь. То есть, он говорит о человеческой жертве, которую Бог не позволял делать. Что-то особенное нужно было произойти. Вот. И теперь вопрос, становится ли русский христианин, он может оставаться им. Оставаться им. Именно христианином в рамках священного Писания. священного Писания. Окей? Вы должны понимать эту вещь простую и ясную, что мы остаемся тем, кем мы есть. Но, если мы хотим познать сердце Бога, сердце Отца, которое, чтобы мы были свободны, нам нужно копнуть немножко глубже и посмотреть, что происходило в те времена. Почему Бог делает эту реформацию? Почему Бог пробуждает спящую церковь, которая отошла от иудейских принципов? Зачем это Он делает? Мы называем это тысячелетнее спящим царством церкви, которая, кроме богатства, завоевания земель, уничтожения и покорения миров, ничего не делала. не делала принципы первой апостольской общины, не учила людей, не исследовала Божьим правилам, исследовали только своим канонам, своим принципам, и уже в 16, 15, 16 веке начинается реформация как такова, Бог начинает менять человечество. Это всего лишь какие-то 400 лет. Друзья, мы живем в 400 лет реформации какой-то, которая захватила не только христианский мир, но также захватила и еврейский мир. Об этом мы говорили чуть-чуть раньше. Об этом мы будем еще, может, говорить попозже. Я должен чтобы понимали, Евангелие и закон, относительно Евангелия и закона. Вот понятие, что такое закон, очень путанное сегодня для людей, потому что зачастую верующие в церкви, они под ним говорят, что законы, например, Моисея это закон. Евангелие и закон, что это такое? Слово закон в Новом Завете можно относиться как Писание Моисеем, а также может не иметь никакого отношения к ним. Абсолютно. Оно может иметь отношение к законам раввина и постановлениям человеческим, когда говорится о законе. Потому что Павел нигде не говорит против заповедей Божьих, против Писания. Нигде он не говорит против. Так же Иешуа не говорит ничего против закона. Понимаете, я говорю? Нет? Как смысл жизни, как путеводитель для пути моего. Закон что? Свет что? Это слово твое. Слово твое, это не просто что он сказал. Слово твое, это то, что ты сказал в законе. это он путеводитель для ноги моей. Как свет. Мы как верующие люди считаем, что исполнение закона невозможно без присутствия Духа Святого. Что я имею ввиду? Простая вещь. Мне часто говорят, спрашивают, вот вы мессианские евреи, вы законники, вы заставляете людей двигаться обратно в закон. Конец закона Христос, Павел был против закона, он боролся против законничества и все остальное. Пришла свобода, и свобода наша Мессия, свободу вел вас Христос, этим нужно пользоваться и все. И никакие аргументы с такими людьми не действуют, кроме одного. Например, говорю, что плохого в том законе, который мы имеем как верующие и еврейские люди. Но вот ваши законы, они просто законы ветхие, а Бог поставил новый закон, закон благодати. Я задаю вопрос с таким людям. Скажите, пожалуйста, как трактовать слово и законом «не прелюбодействуй»? И в ответ тишина. Давайте растолкуем его. Что значит «не прелюбодействуй»? Вы когда задумывались этим словом? «не кради», например. Что это значит? Много или мало нельзя? Сколько или нисколько? А ради жизни для других можно? Вот именно. Понимаете, дальше мы говорим. То есть, например, «не прелюбодействуй»? Что это значит? Чтобы человек не прелюбодействует, то есть, не изменял своей жене, супруге, или же не имел внебрачные отношения, то есть, не связанные браком, то есть, легкомысленные. Нужно что-то сделать. Ведь иудаизм, так таковой, он не говорит, что необходимо делать, чтобы не прелюбодействовать. Не прелюбодействуй. Почему? Потому что есть принципы, которые, например, следующие места говорят, не открывай наготы сестры своей, отца своего. То есть, он говорит, закон не прелюбодействуй. Но чтобы тебя тормознуть на этом пути, что-то нужно еще сделать. Не открывай наготы матери своей, или же жены отца твоего. нет, и в чем вопрос, вы опять не понимаете. Каждая община, основываясь на этом законе непрелюбодействуй, применяет собственный, принадлежащий только этой общине закон, который ограничивает молодежь на какие-то действия. Например, большинство церквей баптистов или пятидесятников говорится так, чтобы у сестры была длинная юбка, чтобы было закрыто все, сынка такой, знак для ангелов, чтобы не провоцировать братьев на всякие мысли. То есть, правда, то говорят такие вещи. Молодежь, если вы хотите иметь отношение, то есть держитесь подальше друг от друга. И учат девочек одно, мальчиков другое, как себя вести и так далее. И они говорят, конечно, так оно должно быть. Я говорю, откуда вы взяли это? Значит, вы тоже община или церковь законников? Они, конечно, возмущаются. Но это ваше право. Почему вы, люди, которые христиане, имеете право ставить запреты своим людям, чтобы они не нарушали закон Торы, а вы не позволяете нам, как верующим людям, вешу, мессии, евреям, вести образ жизни, который Бог нам поручил из Писания? Почему нет? Конечно, ответов никаких. И я понимаю, что аргументы, которые имеет церковь против иудействующих, они основаны на антисемитизме, неприязнь ко всему еврейскому, которая посеяна была Константином. На этом наш урок закончен.